Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы услышим молитвенный опыт нашей гости. Мы вспомним истории Священного Писания и, конечно же, будем молиться о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу и которые придут во время этого эфира. Предлагаю в самом начале попросить у Бога благословений и помолиться Ему. Помолимся. Отче наш Небесный, Господь наш и Бог, преклоняемся пред Тобой, Властелином Великим, Творцом нашим. Мы так Тебе признательны за то, что Ты такой великий, но слышишь молитвы нас, маленьких людей. Сегодня помоги нам, Господь, через Духа Твоего Святого. Сегодня свидетельствовать о Твоей любви, о том, как Ты отвечаешь на наши молитвы. Благослови весь ход этой программы, чтобы все, что будет здесь сказано, было для Твоей славы, потому что мы хотим этого и потому что только Ты один достоин поклонения, славы и хвалы. Наш любящий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Друзья, мы в прямом эфире. Вы можете прямо сейчас написать ваши молитвенные просьбы и слова благодарности нашему Богу внизу, под этим видео, в строке комментариев. Мы прочтем их в прямом эфире и передадим наши молитвенные группы. Также вы можете выслать их текстовым сообщением, если вам так удобнее, на номер телефона 916-827-8540. И еще, если вы находитесь в округе Сакраменто или на близлежащей территории, и у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Мы верим, что и этот эфир станет благословением для всех, о ком мы будем молиться, и, конечно же, для нас самих. Ну а сейчас пришло время представить гостью нашей передачи Наталью Букатар. Наталья, здравствуйте. Привет. Я хотел бы, прежде чем вы поделитесь своим молитвенным опытом, немножечко познакомить вас с зрителями, с теми, кто вас не знает. Расскажите немножечко о себе, откуда вы родом и как давно вы уже находитесь здесь, в Сакраменто? Родом я из Украины, из очень хорошего мальовничого города Чернівці, это на заходе Украины. Давно мы уже тут, достаточно 18-й год, мы в Америце. 18-й год. Это уже, получается, я в Америце живу дольше, чем я прожила в Украине. Я тогда уже не спрашиваю, как вы здесь освоились или нет. Мне кажется, что для вас уже английский язык роднее, чем украинский, да? Насправді так. Бывает тяжело выслушать уже свою думку родной мовы. И деколи приходится зупиняться, чтобы перекласти деякие слова на украинскую мову. Но я далее продолжаю читать Слово Божие, молимся, мы дома, с детками спекуемся только украинской мовы, поэтому поддерживаем, и так получается. И передаете как раз вашим деткам, да? Ну, самое главное, что вы понимаете на русском языке еще. То есть у нас диалог должен состояться, да? Так, думаю, что так. Да, я тоже немного вас понимаю, больше, чем немного, конечно. Хорошо. Ну, значит, вы уже здесь 18-й год, да? Ну, а родились вы в семье верующих родителей или нет? Я родилась в семье верующих родителей, моего прадеда, в той местности, где они жили, в их доме. Это была первая адвентистская церковь, взагалі, в той местности. Потому что это со стороны моего тата, это, ну, я адвентист уже давно. Моя мама была православная, но когда они познайомились с татом, так, то она тоже до адвентизма прийшла. И поэтому молиться, верить в Бога, это научили меня, мои батьки, и за что я им безмежно вдячна. То есть уже с самого детства вот молитва, и вы это было неразделимо, да? Так, я с таких самых детских лет, уже когда начинала что-то понимать, я згадую, напевно, 3-4 лет мне уже было. И эти молитвы, мне перши молитвы, згадуються, это молитвы біля столу, перед тем, как мы принимали ежу. И я пыталась повторять за батьками уже, наверное, что-то. И в три года я повторяла, ну, как-то, наверное, кумедно, батьки рассказывали. Выходило, не совсем логично, но я пыталась своими дитячими, маленьким розумом, так же, молиться Богу. И эти богослужения в пятницу вечером, они очень ценности были для нас. И татя нас всегда собирал вместе, и мы молились, и изучали Слово Божие. Я немножечко представил так перед собой. Получается, вы даже не понимали какие-то слова, но вы запоминали, что говорил папа, говорил мама, да? И вы просто их иногда не связано говорили. Абсолютно, да. Не разумела, что я говорю, но просто повторяла то, что батьки повторяют. Это было так мило, наверное, родители там, наверное, переглядывались во время молитвы, да? Да, они надолго запоминали эти мои первые молитвы. Ну, а скажите, ну, а уже помните свою первую такую осознанную молитву, которая запомнилась вам? Первая такая молитва, которая мне запоминалась, потому что она пришла с ответом от Бога. И это мой такой первый дитячий досвит, яскравый очень. Он произошел, хотя я родилась в Чернівцях, мы много лет прожили в городе Львов. И папа занимался там бизнесом, и на тот момент это было достаточно криминальное место. Не много кто про это знает, но там произошел оружие на нашу семью. Это произошло в ночи. В дом прямо пришли? Так, а до нас в дом пришли, я навіть зараз згадую, ну, так моторошно было дуже, потому что это ночь. И я была в кімнаті з моим маленьким братиком. И я побачила, что в дом забегло много людей, человек в масках. И я, только эти такие страшные, мне силуэты зараз згадуются біля векна в нашей кімнате. Они сразу зашли и сказали, вы должны накрыться ковдрою с головой, чтобы вы не видели нас. То есть вот эти бандиты вошли в дом, получается, и вас, чтобы вы их не видели, или чтобы все-таки вы не пугались. Они сказали одеялом или чем накрыться? Да, одеялом, ковдрою накрыться. И я не знаю, мы накрылись, было очень страшно, потому что мы уже ничего не видели, мы только слышали звуки. И все, что мы могли в тот момент делать, это молиться. И мы под этой ковдрою с братом молились очень сильно, потому что мы не знали, как это закончится. Мы слышали много голосов, и это нам казалось, что было очень много людей в тот час дома. А сколько вам лет было? Мне было, напевно, может, девять лет. Девять лет? То есть вы уже понимали, что происходит, что-то страшное? Я понимала, что происходило, и для меня был мой брат, который молодший, чем я. И я за него тоже переживала. И не видела батьков, потому что батьки в другом комнате. И я не знаю, чем это все закончится. И мы помолились, и буквально очень короткий час пройшов. И я слышала много звуков. Они начали перекрикывать между собой, и они втекли. Просто все начали втекать. Бандиты? Да, бандиты. И никого не остались дома. Я не могла сначала сравнивать, что происходит, как так случилось. И потом же батьки мне рассказали, что суседка, чьи ее векни выходят прямо на наш дом, ее вночь схватило сердце. И ей стало плохо, и она пошла на кухню брать леки. И люди, которые были у нас дома, которые напали на нас, они побачили это, взлякались и дали клич, чтобы втекать. То есть они ее увидели, получается, что она вышла. И для меня это был величезный опыт, потому что я зрозумела, что Бог почув нашу молитву. Я уверена, что в тот час молились и мама, и тату, но я этого не знала. Для меня была это ответственность, в первую очередь, на мою молитву. И это такой яскравый опыт с детства, который я помню. Я представляю, это была по-настоящему искренняя молитва. Вот к Богу детская такая. Вот, конечно, такие случаи, они страшные, я представляю. И так оно сердце немножечко сжимается, потому что представляешь, как там бедный ребенок. Но это запоминается на всю жизнь. И у вас уже с детства отложилось сердце и в разуме, что Бог меня бережет и мою семью. Так, я знала, что я завжди можу до него звернутись. И он подарил охорону, и мир и спорти. Это очень классно. Хотя страшный, конечно, опыт, но он очень ценный, этот опыт. Дуже, я сгибна. Скажите, Наташа, ну а какой опыт молитвенный вы приготовили для сегодняшней передачи? Напевно, это так же. Я записываю мою досвиди мою с Богом, потому что память очень часто подводит. И бывают даже таки яскравые досвиди, но руки идут, и ты забываешь. И я благодарна Богу, что на протязи этих всех годов, в вере мою, было очень много досвидов. И очень интересно открывать эти щоденники, переглядать, сгадывать эти досвиды. И сегодня я бы хотела рассказать несколько досвидов уже с моего дорослого життя. Вже тут, в Америце. Я працюю в медицинской сфере. Я занимаюсь ультразвуковой диагностикой, працюю в лекарне. И Господь очень много раз проявлял такую самую охорону, опеку, торботу про меня уже на работе. И, кажется, ну за что переживать, за что бояться, ты медпрацівник. Действительно, а что в больнице? Чего бояться в больнице? И где там охрану? Где зло? Откуда можно ожидать зло в больнице? Да. И у меня был один випадок, когда мне нужно было идти в реанимационное отделение, совершать диагностику над пациентом, который хворяет шизофренією, и он очень буйный человек. Он не может для тебя спокойно лежать. Зазвичай таких пациентов привязывают их руки, они в таких рукавицях, чтобы не напасти на людину, которая подходит близко. Но тот тест, который я делаю, я очень маю быть в близком контакте с людиной, когда я проводил диагностику. И мне уже сказала медсестра, она говорит, что когда ты будешь заходить, ты кличь про помощь, потому что ты сама не справишься. И я мала уже подібных пациентов, и я перед тем, как заходила в палату, я помолилась, и зайшовши уже в палату, я побачила станции людини, что он пытался руки вытянутить из этих рукавиц, он не мог лежать спокойно. В моей работе очень важно, чтобы ты не просто лежал спокойно, чтобы ты еще правильно дыхал, чтобы правильные сними сделать для лекаря. И я зайшла, подавилась в палату и говорю, боже, я не знаю, как я это маю сделать, это, потому что ему мают вколоти седативные леки, которые беспокоят или отключат просто людину, чтобы я могла сделать этот тест. Я помолилась, я подошла с моим аппаратом ближе к пациенту, и он стогнав, пробовал мне что-то сказать, и я говорю, что меня так-то и так-то звали, я тут, чтобы вам помочь, просто беспокойтесь, все будет хорошо. Я подключила свой аппарат, я думаю, так, боже, поможи мне это сделать, потому что прийдется кликать сейчас на помощь или обратиться в другой раз. И я подошла, и начинаю его сканировать, делать УЗИ, и он просто закрывает очи, повертает голову на бок и засинает. Просто заснул. Просто уснул. И проспал весь час, что я делала УЗИ. И я потом еще, наверное, медсестра перепитала, я говорю, вы ему там ничего не укололи перед тем, как я приходила, может, седативно? Она говорит, нет, мы все ждали, что ты нас покличешь, чтобы тебе помогли. И я потом, когда вернулася в свое отделение, он меня все спрашивает, ну как, потому что они знали, какой у меня там пациент. Я говорю, ну как ты справилась, или что? Я говорю, вы знаете, слава Богу, я мала возможность засвідчить моим співпрацівникам в отделении, я говорю, с Богом, возможно, все. И с Богом не бывает важных пациентов, потому что Бог допоміг мені стиснити цей анализ. Так, получается, ну, вы говорили, что вы когда даже зашли, и он что-то бармолтал, он пытался там вырваться, да? Да, он не спал, потому я знала, что... Да, они, зазвичай, эти люди, они не контролируют. Это могут быть аутисти, это могут быть люди с шизофренией, разные хворобы бывают. И они пытаются часто вытянуты трубки, вырвать капельницы, и вытянуты руки с того, чем они завязаны. Я знала, что мне чекают, я говорю, так, Боже, это будет непросто, но Господь вирішив моментально для меня это вопрос. И это был певный страх, потому что ты в очень близком контакте с этой человеком, и бывает, что тебя зачипают, и штовхнут тебя, и потянут до себя. Бывает, что получаешь на такой работе, потому что люди не контролируют хворих своих действий. Да, и страх все-таки был, подходишь к тебе? Когда заходила, був, так. И это, особенно, когда это на начале твоей медической работы, ты еще не имеешь очень много опыта, то страх действительно присутствует. Но это не самый важный пациент, который у меня был. Вот с шизофренией, да? Бывает, что и хуже, да? Был у меня один случай, когда я начинала работать, я работала в нічную измену. И в департаменте моего радиологии только я одна была. И в такую одну ночь до меня привезли пациентку. Зазвичай, этих всех пациентов вкладывают под одну таку клеймо, что это все, разумово нездоровые, або с разумовыми и отхиленными, психиатричные пациенты. Я вам скажу, после многих лет работы, ты уже трошки бачишь рязницу, когда это просто психично нездоровая людина, а когда это людина одержима сатаною. И у меня был такой випадок. И этот випадок как раз трапился в ночи, когда никого біля меня не было больше. И когда меня привезли эту женщину, я когда почула речи, которые она говорит, деколи эти люди навык цитают писание. И это очень неприятно, потому что библейные слова, або даже Иисус, выходит из их уст, но они таким вой в них, стоген нелюдский. Это как изнутри что-то идет. И она кричала, вот эта женщина. Она кричала таким нелюдским голосом, и для нее был секьюри, охоронец. Но я вам скажу, и охоронцы, которые работают в госпитале, они много не могут, потому что у них даже свободной оружием, ничего не было. Это просто люди, и, наверное, и, наверное, и особенных там и правда нет у них. И я понимала, что это будет непросто. И мне медсестра завезла ее в палату, и медсестра пішла. И было действительно страшно, потому что это одно, когда это просто обычная хвороба, но когда ты имеешь право с чем-то более таким... Сверхъестественным. Да, над природным. То я тоже тоди молилась, и переживала. И перед тем, как зайти в палату, я сказала Господь, я хочу, чтобы ты ишел переди мною, чтобы ты, в первую очередь, забрав мой страх, чтобы ты помог мне сделать этот экзамен, чтобы я могла чему-то помогать послужить этой пациенте. Потому что, как бы она не была, она моя пациентка, и она пришла сюда за допомогой. Ну да. И это был очень важный опыт, потому что, действительно, в моем отделении никого больше не было. Только я, эта пациентка, и охранник. Без оружия, без всего. И я слышала тот стоген в комнате, я открываю шерму, заходжу. Сердце сильно стучало. Сердце очень колотило. Моторош не было, потому что это еще ничный час, ночь. Ну да. В лекарне тихо. И открываю я шерму, и этот страх просто изменится на какой-то спокій, который не может объяснить. И я в тот момент понимаю, что я зайшла в присутствие Бога, что я тут не одна. Ну, вы же попросили. Дух Святой, иди впереди меня. Я знала, что я сама эти эмоции не могла контролировать. И когда Господь переменил этот страх на спокій, я теперь смотрела на эту людину с таким, каким-то очень глубоким впечатлением и болью. Я на нею смотрела, и я подошла до нея, и она заспокоилась, она перестала кричать, она просто мне вот так пристально в очи смотрела. И хотя я знала, что Господь со мной, я все равно пыталась в очи не смотрелись, я смотрела себе на свой экран, делала диагностику. Но чувствовали вот этот какой-то взгляд, наверное, тяжелый? Я чувствовала, веру, потому что это достаточно, этот тест занимает 15-20 минут. И ничего она меня больше не трогала, она мне больше ничего не кричала, она просто так пристально на меня смотрела. И позволила сделать все, да? Я так же повторяла, я тут, чтобы тебе помогать, успокойся, все будет хорошо. Спокойным таким тоном, да? Да, это Господь допомогла. И я смогла закинчить снова же этот тест, и была безмежно вдячна Богу за то, что Он не просто забрав страх, а дав цей мир в сердце. И это неймоверно было знать, что с тобой Господь. Потому что я не мала сил никакого контроля над чистым духом, над сатаною, но Господу покоряются все, и с ним не страшно. Да, да. Я представляю, когда человек сталкивается с чем-то сверхъестественным, каким-то злом, ну тут мужчина, все, мужчина будет все в сердце холодить, а хрупкая молодая девушка и вот с таким злом встретиться. Да, только Бог. В этот момент только Бог может помог и именно Он вам помог и сохранил, защитил, помог выполнить свою работу. Только Он. Я згадую з дитинства ті досвіди, коли он завжди давал охорону, и тут знову же він не один раз. Це такі досвіди, які були явні для мене, коли я бачила, як Господь зберігав моё життя. Цей раз я розповідаю про досвіди з моими пацієнтами. Але мені буде дуже цікаво в вічності послухати про ті моменти, які я навіть не задумалася, але Бог був рядом, поруч і зберіг моё життя. І він не просто в такі моменти зберігає життя, дає охорону, а він ще й дає невимовний якийсь мир, який ти не можеш навіть пояснити. Його присутність дає мир і спокій. Да, слава Богу. Спасибо большое. Спасибо, Наталя. Очень такой щемящий немножечко і так сжимающий серце опыт, коли встречаєшся со сверхъестественним. Вы ни разу не мечтали оказаться рядом с Иисусом в качестве Его ученика или ученицы, слушать Его проповеди, быть свидетелем чудесных исцелений и даже воскрешений, ловити на себе Его добрий взгляд, радовати Его улыбки. Не знаю, как вы, но я в мечтах не раз представлял это. И знаете, хотелось как ребенку присесть и прижаться хотя бы к Его ноге. Вы тоже мечтали оказаться рядом с Иисусом? Знаете, на что я обратил внимание? Мне казалось, что находясь рядом с Иисусом, Его ученики чувствовали себя, ну знаете, как говорят по-русскому, как у Христа за пазухой, уверенно и спокойно. А так ли это было на самом деле? Ну давайте мы вспомним лишь короткий момент из жизни учеников Христа, когда они переплывают Генесаретское озеро и подплывают к стране Гергесинской или Годаринской. Помните, что там произошло? Да, они попали в настоящую бурю. И евангелист Матфей так описывает в 8 главе. Когда вот эта буря произошла, что чувствовали ученики? Он пишет, приблизившись к Нему, ученики разбудили Его. Итак, когда читаешь эти слова, ну кажется, все спокойно, но они же с Иисусом. И дальше вот что они говорят, «Господи!» кричали они, «Спаси! Погибаем!» На что Иисус, проснувшись, сказал, «Ну что вы так испугались?» А дальше происходит еще хуже. Дальше читаем. «Когда Иисус оказался на другом берегу в земле Годаринской, навстречу Ему из могильных пещер вышли двое. Были они одержимы бесами и настолько свирепы, что никто не мог пройти той дорогой». Вы можете представить реакцию учеников, когда эти одержимые с жуткими воплями, как наша гостья сказала, изнутри вот это вот все выходит нечеловеческое и бегут навстречу этим ученикам. Можете представить эту реакцию? Евангелие, конечно, не может описать нам все подробно, но вы можете себе представить разбегающихся учеников. В принципе, такое произошло, и даже это записано в Евангелии, когда Иисуса схватили в Гефсиманском саду. Да, почти все разбежались, а возможно это место имело и там, на берегу, возможно, и они и тогда разбежались, тем более, что в книге «Желание веков» мы читаем «Ученики и спутники Христа в страхе бежали, но вскоре заметив, что с ними нет Иисуса, вернулись, ища Его. Он стоял там, где они Его оставили». Страх перед естественным злом – это естественная реакция человека. И Библия говорит, что ученики все-таки научились справляться с этим страхом, побеждая силу Святого Духа. Об этом много свидетельств, когда они изгоняли потом бесов. И я уверен, что это стало возможным через молитвы и опыт. Молитвенный опыт нашей гости напоминает, что зло продолжает находиться здесь, на нашей планете. И, конечно, не всегда это заметно в сверхъестественном таком проявлении. И это не только в развязанных на Земле войнах. Встретить зло мы можем и в магазине, и в маршрутке, и на работе. Знаете, я думаю, а разве это зло иногда не появляется из нас самих? Как мы реагируем на зло вокруг нас и на зло, которое иногда может выходить из нас? Мы побеждаем его силой Святого Духа. Мы каждый день готовы встретиться с ним, со злом. Как хотелось бы этого всего избежать? Только, знаете, сам Иисус нам сказал, это записано в Евангелии от Иоанна, «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но уужайтесь, сказал Иисус, я победил мир». Друзья, вы слышите? Он уже победил. И если он уже победил, чего нам бояться, находясь в руках небесного Папы? Ведь он дает победу над злом, и он дает победу над искушениями и над теми всеми обстоятельствами жизни, которые загоняют нас иногда в угол. А вы сами, друзья, что во всем этом думаете? Друзья, ну а сейчас мне хочется попросить нашу гостью совершить молитву о всех просьбах, которые пришли к нам на передачу в течение или на протяжении всей этой недели. Наталья, вы знаете хорошо эти просьбы, вы уже с ними ознакомились, помолитесь, пожалуйста, и помолитесь, пожалуйста, о нас, христианах, дополнительно к тому, к тем просьбам, чтобы мы имели вот эту смелость, но прежде чем выходить, как вот вы, прежде чем зайти в комнату, всегда просить защиты от зла, ведь иногда мы забываем, мы можем в общем помолиться и в спешке выскочить, вот, помолитесь, пожалуйста, о нас, чтобы у нас всегда было и хотение, и действие, как говорится, чтобы мы всегда молились и всегда были готовы встретить зло во все оружие Божие. Помолитесь. Наш дорогой Господь, мы так вдячны Тобе за то, что Ты чувствуешь наши молитвы, мы вдячны Тобе за то, что Ты наш небесный Творец и Ты наш спаситель, который любит нас и турбуется про нас каждого дня нашего жизни. Господь, мы дякуем Тобе за охорону, которую Ты даруешь на наших дорогах, на всех наших шляхах. Господь, Ты бачишь тих проханий, которые были написаны, которые пришли на эту передачу. Господь, есть люди, которые хворят, которые тяжело хворят. А может, кто-то ждет результатов, тестов, и они переживают, и им в этот момент страшно. Господь, ты замени этот страх твоим небесным миром. Ты сдатный стелить будь-яку хворобу. Дай нам сильною віри, вірите Тобі и в Твою силу вірите. Господь, кто-то, возможно, мает переживание в их семье, переживание за их отношения с детьми, за отношения с человеком, с дружиной. Ты можешь виправить любви помилки, и ты можешь сбудовать снова отношения между людьми. Мы просим, будь с каждым, кто обратится сейчас до Тебе. Мы сгадываем за прохание за мир, за мир в Украине, за мир в других куточках нашей планеты, где сейчас происходит война и где помирают невинные люди. Мы, Господи, дякуемся Тебе за то, что Ты держишь наш Всесвит в своих руках. Мы дякуемся Тебе за то, что Ты знаешь всю историю нашей Земли от начала до самого кинца. Мы просим, Господи, дай нам впевненности в нашей вире, дай нам впевненности в Тобе, в тому захисті, який Ти обіцяешь нам, и подаруй мир в наши сердца, даже когда миру нема вокруг нас. Мы очень ждем твоего швидкого повернения на нашу землю. Приди скорейше, Иисусе, а дай нам мощной веры. Молитва наша в драгоценном имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Большое спасибо, Наташа, и за опыты, и за молитву, которую вы совершили. Пусть Господь благословит вас, вашу семью, ваших деток. И пусть Господь продолжает вас радовать и миром, внутренним миром, и продолжает охранять вас на ваших путях. Дякую, взаимно. Спасибо. Друзья, наша передача подошла к своему совершению. Благодарю Бога за время, которое Он провел вместе с нами. Спасибо вам за то, что вы сегодня были с нами. Еще раз хочу напомнить, если у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче. Пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Это была программа «Молитва, передвигающая горы». С вами мы встретимся в следующую пятницу в 7 часов по Тихоокеанскому времени. Пусть Господь усмотрит эту встречу и пусть Он благословит каждого из вас.